Привлечение педагогических кадров в систему образования Колпашевского района, расселение жителей обрушающейся береговой линии и другие вопросы обсудили районные депутаты на последнем заседании Думы. Очередное собрание состоялось 28 июня. Повестка встречи состояла из 13 вопросов. В рамках одного из них участники заседания приняли изменения в районный бюджет этого года. В доходной части бюджета отражены изменения, связанные с целевой финансовой помощью из бюджетов других уровней. В связи с этим доходная часть в целом увеличивается на сумму 1 млн 558 тысяч и составит 2 млрд 296 млн рублей. Средства поступили из области на сбалансированность бюджетов, организацию отдыха детей в каникулярное время, а также досуга и услуг учреждений культуры. Более 1 млн рублей были выделены из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области. Один миллион из них предусмотрен Калпашевскому городскому поселению на приобретение игрового оборудования для детских площадок по четырём адресам. Для территории по улице Кирпичная 73-1, улице Лазо 7-2 в городе Калпашево, а также в селе Тогур по улице Свердлова 1-1 закупят игровые комплексы. Кроме того, для территории у дома номер 17 в микрорайоне «Геолог» будет приобретена и установлена песочница. В расходной части районного бюджета 2024 года предусмотрены 10 млн рублей на организацию транспортного обслуживания населения Калпашевского городского поселения автобусным сообщением. Полтора миллиона предоставят городскому бюджету на организацию уличного освещения населённых пунктов. Почти 3 млн рублей составил межбюджетный трансфер Инкинскому сельскому поселению на электроснабжение от дизельных электростанций. 2 млн получит Калпашевский водоканал. Субсидия предусмотрена для погашения денежных обязательств и обязательных платежей муниципального предприятия, чтобы не допустить банкротства Калпашевского водоканала и восстановить его платёжеспособность. На сферу теплоснабжения предусмотрены расходы в сумме более 4,5 млн рублей. На средства резервного фонда областной администрации будет укреплена материально-техническая база Калпашевского центра культуры и досуга. На эти цели предусмотрены 155 тыс. рублей. Расходы бюджета Калпашевского района этого года составляют 2 млрд 421 млн 822 тыс. Таким образом, дефицит составил более 128,5 млн рублей. Доклад о внесении изменений в решение районной думы о создании условий, которые обеспечивают приток педагогических кадров в муниципальную систему образования, присутствующим представила начальник районного управления образования Светлана Браун. Она пояснила, что согласно решению депутатов от 27 ноября 2015 года на территории Калпашевского района действуют три меры поддержки. Муниципальная стипендия студентам, целевикам последних курсов, вузов и техникумов. Единовременные выплаты педагогическим работникам, впервые принятым в образовательной организации, это подъемные, так если сказать, и компенсация расходов по оплате нами жилого помещения педагогическим работникам и руководящим работникам. Согласно постановлению правительства, теперь будущие работодатели обязаны платить стипендии обучающимся по целевым программам не только последних курсов. Мера предусмотрена для студентов с первого дня обучения. Для местного бюджета, по сегодняшней оценке, для местного бюджета дополнительных расходов не понадобится. С учетом того, что на сегодня областные депутаты в течение определенного времени принимают изменения в областной бюджет и муниципальном образовании Калпашевский район, как и другим муниципалитетам, будет представляться межбюджетный трансфер из областного бюджета на тех целевиков, которые мы надеемся, что у нас появятся с 1 сентября 2024 года. Сегодня 5 образовательных организаций на портале «Работа России» загрузили 10 предложений для целевиков относительно своих образовательных организаций. Формулировки решения Думы были уточнены в соответствии с действующим постановлением правительства о целевом обучении. Один из вопросов повестки заседания касался расселения колпашевцев, которые проживают в зоне обрушающейся береговой линии реки Обь. Депутаты приняли решение выделить бюджету городского поселения чуть более 9 миллионов 400 тысяч рублей. Средства предоставлены району из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области. Средства на расселение должны быть реализованы до конца года. На заседании районной думы перед депутатами выступил замглавы района по строительству и инфраструктуре Иван Ивченко. Он прокомментировал выделение 10 миллионов рублей городскому поселению на транспортное обслуживание населения. Средства предоставляются городу в связи с недостатком финансирования в бюджете поселения на эти цели. Они будут направлены на организацию перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам номер 1 и 3 в период с 1 августа по 31 декабря этого года. Также Иван Ивченко подробнее рассказал о межбюджетных трансфертах поселениям на организацию теплоснабжения. 4 миллиона рублей направят городскому бюджету на замену дымовых труб, котельных НГСС и телецентр. 698,5 тысяч предусмотрены Саровскому сельскому поселению для демонтажа, приобретения, доставки и установки, а также ремонта котлов в котельной села Ново-Ильинка по переулку Школьный. Отметим, котельная отапливает здание, в котором расположены кабинет администратора, местный центр культуры и досуга, а также библиотека. Добавим, в рамках заседания районной думы депутаты также заслушали отчёт главы района о результатах деятельности за 2023 год. Сюжет об этом выйдет в одном из следующих выпусков новостей. Продолжение следует...